Всех приветствую, ребята. Пришел в лес за смолой для живицы. Пособираемся сегодня. В древние времена, когда недоступно простому крестьянину медицина находилась на низкой ступени развития, люди лечились народными средствами. Простой человек защищал свое здоровье живицей. Это густое клейкое вещество, которое выделяется из надрезов на коре хвойных деревьев. Живица богата витаминами А, С, Д, К, минералами, кобальтом, медью, железом, фосфором, кальцием, смоленными, кислотами и терпенами, которые составляют около 18% от ее общей массы. Ну вот, найдено небольшое количество смолы. Сейчас будем собирать. Такое средство, как живица, должно быть в любой аптечке у человека. Очень хорошо заживляет раны, тем более у резчика по дереву, как у меня. Уже в два раза порезался в этом месяце. А, даже три получается. Вот такое вот количество получилось собрать с этого дерева. Здесь еще присутствует мусор, который потом отсеется. Живица – это удивительный дар природы с очень сильной биоэнергетикой, поэтому считается эффективным косметическим средством. Люди верят, что биоэнергетика живицы успокаивает нервы, улучшает настроение, помогает человеку принимать правильные решения и дарит ему веру в свои силы. Сосновая смола укрепляет иммунитет, помогает восстанавливаться после долгой болезни, облегчает кашель, она снимает боль и воспаление. Какое хорошее дерево. И себя вылечило, и нас вылечит. Вот столько, ребята, получилось набрать. Вот отличный результат. Еще бы парочку таких деревьев найти. И хорошо было бы. Все, привал, ребята. Сейчас кассирок разведу. Пообедаем. Спасибо. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Два кусочка чая И пакетик чая Чая закипел Сейчас его маленько остужу И добавим витку Вот такая вот красота, ребята Блинчики Лобаска Погреться хоть Вроде с пятницы там у нас уже начинается Плюсовая температура Каждый день Ну ночью там 0, минус 1, минус 2 И вот такой вот шикарный вид На речку Спрашивали можно ли чагу пить сахаром Да конечно можно, ребята Просто Я бы рекомендовал лучше с метком Тут сразу два в одном получается Два витамина Недавно здесь ночевал Ночевал, сегодня ночью наверно Теленок знатный Недавно ушел видимо Ушастый, пробежал Вон такой след Чуть ли не моет Нечную руку Ну все, начинаем сбор Сразу надо было сюда идти Не ползать там Штук пять деревьев Еще там прошел Сейчас набрать на пути И буду собирать Раньше когда масштабно Масштабно собирали эту смолу С деревьев С одного дерева Снимали по два-три литра В зависимости от толщины Ну все, ребята Так, раз, два, три Шесть штук Шесть деревьев Остругал Полная кормушка получилась Литровая Практически Ну мусор Конечно присутствует Процентов 20 80% Чистой Смолы Литровая Литровая Лução Масштабно Литровая Сные Хорошо Класс Литровая М태 Литровая Попиться Лона Раньше помню тоже в деревне, когда, особенно летом, просыпаешься, солнышко лучистое, солнышко светит, выходишь на крылечко, тепло с кружечкой чая, сядешь на порог и наслаждаешься тишиной. На сегодня план у нас разделать чагу, нафасовать, приготовить к продаже. Сейчас поставлю спера вариться похлебку, пока варится будем заниматься уже чагой. Свариваю простой лапшевик, вместо мяса сосиски будут. Свариваю простой лапшевик. Как говорится у нас у простого народа дешево и сердито. Такой супчик. Свариваю простой лапшевик. Свариваю простой лапшевик. все похлебка готова пусть варится но будем сейчас чистить чагу все компоненты для этой процедуры у меня с собой чтобы дома не мусорить да и вам интересно будет посмотреть как я обрабатываю процесс этот конечно не быстрый сначала убираю всю грязь все не нужно вот так вот выглядит не очищенная чага и очищена вот такая кучка получилось чистенько чаги и вот это вы бы все получили вдобавок водовесок если бы я был недобросовестный продавец такая куча мусора так следующая наша задача нарезать все кусочками небольшими вот такая кучка получилось обеденный перерыв бизнес такой я вам скажу с голоду не померять с таким бизнесом час я чистил два часа рубил сейчас еще наверно час буду фасовать еще найти ее надо найти наверно это самая легонькая в этой работе вот это я себе оставлю этом просили еще родственники не хватило много раз 16 пачек получилась партия вот раз побольше прошла с 8 было да капец весь день улетел на тучагу уже вечере чайку попить на свежем воздухе вот такие вот этикетки идут тяга от лешего и инструкция по завариванию вот такая ребята вот раз получилась партия для заказа на озон ссылочка в описании вот так вот вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok